Гушетия в числе регионов, где процент явки избирателей, как правило, один из самых высоких по стране. Это не только заслуга избиркома, но и агитационная активность самих политических партий, деятельности которых и посвящено совещание. Впрочем, на повестке дня еще один важный вопрос. Предстоящие выборы президента страны, которые пройдут в 2018 году, к избирательной кампании в масштабах всей страны в избиркоме уже сейчас готовятся усиленно. Выборы президента Российской Федерации начинаются в декабре, в пределах 7-18 декабря должны быть назначены выборы. Голосование состоится 18 марта следующего года. Ну, естественно, не все партии смогут выбирать свои представители там, но это не значит, что партии, которые не участвуют в выборах президента России, они не участвуют и в остальных общественно-политических вопросах. В регионе до недавнего времени насчитывалось свыше 50 политических блоков. Некоторые из них прекратили свою деятельность из-за ужесточения контроля избиркомов в плане предоставляемых отчетных данных. Из-за несвоевременной сдачи документов или вовсе игнорирования этих требований теперь будут применяться меры, напоминает председатель регионального избиркома. Представители Минюста также подтверждают возможность ликвидации отделения партии. Мы уже работаем по последним трем годам. 15, 16 и 17 годов. Включительно. То, что мы тогда еще не делали. Так, союз труда 4 квартала 15-го, 2-й, 3-й, 16-го. Партия Роста, Альянс Зеленых, Засправедливость, Аграрная партия, словом, больше 10 политблоков, в деятельности которых выявлены некоторые нарушения, за которые полагаются как штрафы, так и более жесткие меры, коснулись навстречи и изменений в законодательстве. Так теперь избиратель сможет голосовать в том месте, где он находится, независимо от того, где зарегистрирован. Делается многое для того, чтобы облегчить работу и комиссиям, и наблюдателям, которые будут находиться на участках дневного строя. Составление протокола в печатном виде и видеонаблюдение на избирательных участках также выносится на повестку дня в целях устранения возможности подделки документов. А завершая встречу, собравшиеся договорились на дальнейшее плодотворное сотрудничество и устранение всех нарушений в самые кратчайшие сроки. Тамерлан Хымхоев, Магомед Урусханов, Новости 24.